Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Проблемы часто возникали с приложением «Действуй дома» в мобильном телефоне. Иногда приложение было перегружено и пользователям предлагалось активировать его попозже. Но, разумеется, ждать никто не хочет в столь стрессовых условиях. КПВВ – это вообще, честно говоря, место, которое хочется поскорее покинуть и забыть, что когда-то его пересекал. Кроме того, после ввода номера мобильного телефона иногда появлялось еще и окно ошибки. Я обращаю внимание, что эту информацию нужно донести до ваших близких. Смартфоны с операционной системой, более старой, чем Android 4.4, не поддержат приложение «Действуй дома» или «Див дома» на украинском языке. В сентябре ежедневно до 10 человек оставались на ночь под навесом в так называемой нейтральной зоне на КПВВ «Станица Луганска». Де-факто власти не разрешали им вернуться домой, туда, в отдельные районы Луганщины, из-за того, что у этих людей, у этих граждан не было соответствующей прописки в паспорте. То есть, якобы они были не из Луганска. Спасательным кругом для людей сейчас становится платежная квитанция из ЖЭКа, которая может подтвердить место жительства, например, все в том же Луганске или Донецке. Не так давно самопровозглашенные власти на Луганщине установили новые правила пересечения линий разграничения и перевозки товаров. О них я рассказывал ранее в этих же блогах. Там были определены три различные категории. Товары, разрешенные к ввозу без ограничения, разрешенные с ограничением и запрещенные товары. Перевозка товаров в коммерческих целях категорически запрещена, как и раньше. Если кратко, то правила по перевозке товаров через КПВВ теперь похожи на правила, установленные украинской стороной. Наконец-то в группировке ЛДР подумали о синхронизации действий, чтобы людям было проще решать свои дела при пересечении линий разграничения. Правда, жители отдельных районов Луганской области теперь могут пересекать КПВВ Станица-Луганская по направлению к подконтрольной территории и обратно только один раз в месяц. Но из-за пандемии с 15 по 31 октября и эта возможность отсутствует. В Луганской области на подконтрольной Киеву части сейчас нет свободных мест для обсервации людей. Это, кстати, тоже нужно иметь в виду. КПВВ Станица-Луганская. 15 октября несколько десятков человек оказались невъездными в сторону Луганска, потому что пункты пропуска были закрыты. Приехали вчера, думали вернуться сразу же. Нам надо было срочно сюда приехать по своим личным делам. Рано прошли, думали, мы вернемся, обернемся. Нам сказали, пока не сдадите тест, мы вас назад не выпустим. Сдали тест, пришлось ночевать здесь. Переночевали, вот теперь стоим. Хотя 15 марта месяца, когда закрывалась граница, мы с мужем 15-го сюда пересекли, а 16-го закрыли переход. Но всех выпускали по прописке. Но боимся, конечно, мы все. Поэтому перестрахуемся. У меня целый пакет этих самых, да перчатки, все такое. Нам необходимо просто было приехать сюда. А там много болеют людей дома у вас? Знакомые у вас? Ну, у меня вот лично из моих только один человек заболел и один умер. Я и дальше буду следить за ситуацией на всем Донбассе. Вы не забудьте подписаться на телеканал Дом. Мы есть и в Фейсбуке, и в Ютьюбе. И ни одно ваше сообщение не останется без ответа. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова